И трех жизней не хватит, чтобы расплатиться, так говорят многие украинцы о своих долгах перед банками. Вопреки заявлениям о выходе банковской системы из кризиса, количество проблемных кредитов за прошлый год возросло, уверяет международное агентство ФИЧ. Больше половины всех займов, которые выдавали украинские банки, погашаются не вовремя или не возвращаются вообще. Ну а банкиры в ответ на это собираются массово пускать с молотка квартиры и другое ценное имущество должников. За каждой из этих историй человеческая судьба. Максим Урлапов напоминает об этом. При одном только слове кредит у этой женщины появляются слезы на глазах. Банк забирает у нее квартиру. Недавно приходили судебные исполнители. Сказали готовиться к выселению. Квартира куплена в кредит еще в 2007-м. Отдавать банку деньги нужно в долларах. Первый год женщина платила исправно, а с началом кризиса, когда курс доллара вырос в два раза, тянуть кредит уже не смогла. Из-за волнения перенесла несколько инфарктов. Потом операцию на сердце. Потеряла работу. А банк все начислял проценты и штрафы. Долг растет. И теперь даже конфискация квартиры его не покроет. В Украине сейчас тысячи людей, которые останутся должниками банка даже после того, как он продаст их последнее имущество. Житель Винницы Александр брал кредит для своего бизнеса. Залогом стала его квартира. Мужчина говорит, как только у него начались финансовые проблемы, банк сразу этим воспользовался. У меня буквально месяц по срочке появился и банк сразу подал в суд. Банк выставил квартиру на продажу по вдвое заниженной цене, говорит Александр. И убеждает, аукцион был фиктивным. Александр со своей семьей до сих пор живет в этой квартире лишь потому, что оспаривают ее продажу в суде. Вот за этими цифрами тысячи человеческих судеб. Международное агентство ФИЧ опубликовало данные о проблемных кредитах в Украине. Их количество за прошлый год возросло и достигло 56%, сказано в отчете. В стране не могут вернуть деньги банку около трех миллионов человек. И это вопреки заявлениям украинских банкиров о выходе из кризиса. Но уже в этом году проблемных кредитов станет меньше, банкироватым уверены. Ведь большинство судебных процессов с должниками подходят к завершению. Получив на руки необходимое решение, банки начнут массово продавать квартиры должников и другое имущество. Если должник принципиально не хочет погашать кредит, у него нет возможности, то, к сожалению, единственный путь к тому, чтобы уменьшить задолженность и в результате ее закрыть, это реализация залогового имущества. Еще один способ для банков избавиться от проблемных кредитов – это продать их. Купить чужие долги готовы коллекторские агентства, которые добиваются возврата просроченных займов. Так люди с проблемным кредитом отдавать деньги будут обязаны уже не банку, а таким фирмам. Зеленый свет этим сделкам недавно дал Национальный банк Украины. Банков нет другого выхода, они вынуждены будут это срочно продавать. Но банк – это вообще структура, которая не может заниматься взниманием. Это помещение коллекторского агентства. В зале около ста человек. Их работа постоянно звонит должникам. Сегодня вы оплатите сумму, перезвоните, скажете номер квитанции. Всего доброго. В зале постоянно чувствуется напряжение. Люди на такие звонки чаще всего реагируют агрессивно. А вот здесь сидят коллекторы, которые непосредственно выезжают к должникам. Иногда и сами должники приезжают в агентство. Вот эта комната 2 на 2 квадратных метра больше напоминает карцер. Здесь работники коллекторского агентства разговаривают с самыми проблемными клиентами. Уменьшить количество проблемных долгов решила и Верховная Рада. Для этого приняла закон, который дает дополнительное полномочие государственной исполнительной службе. Украинцы теперь рискуют остаться без квартиры, если сумма их долга превышает 10 тысяч гривен. Госисполнители получили быстрый доступ к базам БТИ, МРАО и земельного кадастра. Теперь они также имеют право арестовывать не только собственность должника, а его банковские счета. А еще обращаться в суд с просьбой временно запретить человеку выезд за границу. Кроме того, за неисполнение решения суда введена уголовная ответственность. Менталитет какой? Долги отдают только трусы в нашей стране. Поэтому должник цепляется за все возможные законные и незаконные деяния для того, чтобы не исполнять решение суда. С решением суда, который обязал вернуть долг, проценты и пеню, эта женщина мириться не собирается. Впрочем, как и со статусом злостный неплательщик, который ей присвоил банк. Вера Малюченко признает, кредит брала. Вот только деньги пошли на покупку квартиры в фирме «Элита Центр». И обратиться туда женщину убедили именно работники банка. Теперь они же собираются пустить с молотка старую ее квартиру, которая была залогом. Эта квартира вообще, она, как говорится, заработана кровью моего мужа. У меня муж в Афганистане погиб, и мне дали эту квартиру с ребенком. А вот, и теперь я просто могу ее лишиться. Просроченные кредиты – это уже не только проблема должника и банка. Это проблема государства, говорят эксперты. А еще это тысячи сломанных человеческих судеб и даже самоубийства. 21 человек наложил на себя руки именно из-за невозможности вернуть долг банку. И это только те случаи, которые зафиксировали правозащитники. Максим Урлапов, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал «Интер». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...